Вокруг разворотного кольца кладут плитку, трамбуют щебень. Скоро здесь должны высадить траву. Троллейбус уже ходит, а вот запуск пятого трамвая откладывали несколько раз. Обещали все сделать еще до курортного сезона, но каждый раз сроки сдвигали. Запуск трамвая пятого маршрута планируется к курортному сезону. Ну это когда? Курортный сезон, это 1 мая? 15 мая. И как мы и обещали, к началу пляжного сезона пятый трамвай в Одессе уже будет ходить. Начало лета и начало июня это одна этажа. Однозначно, это будет раньше. В течение двух, максимум трех недель трамвай пойдет. Пятого числа следующего месяца? Первого числа следующего месяца. Уже пятнадцатого числа, чтобы уже все было завершено, мы постараемся раньше. Официально чиновники заявляют, трамвай не запускают, поскольку еще не благоустроена территория. Людей просто негде высаживать. Но есть и другая версия. По улице Генуэской проходит целый коммуникационный коридор. На глубине 3,5 метра водопровод, чуть ниже канализация и ливневый коллектор. Эксперты говорят, между трамвайными рельсами и дренажом есть подушка из ракушечника, которая не даст рельсам уйти под землю. Для проектирования этого кольца проводились инженерно-геологические изыскания. Проводил институт ДОР-проект, который выполнил геологические изыскания. И при геологических изысканиях отбираются пробы, дается лаборатория, даются плотностные. И в проекте явно все это учтено. Чтобы проверить, действительно ли все хорошо, съемочная группа Первого городского спускается под землю. Заходим через катакомбы. Ближе к месту назначения пол мокрый и скользкий. Это значит, что коллектор не справляется с ливневыми водами. И часть из них попадает сюда. По катакомбам нас ведет опытный диггер Александр. Эти места он знает хорошо. Первые спуски под землю делал именно здесь. Десять минут и мы у входа в коллектор. Запах ила в перемешку с фекалиями камера, к счастью, не передает. Ребята, если вы услышите большое гудение, ну, вода несется, оно звучит как паровоз. Бегом на лестницу, по*** камеру кидай. Вопрос жизни. Для начала нужно переодеться. В некоторых местах воды может быть по пояс. Ну что, это в воде? Нет, только одеваемся. А пошли! Сам коллектор проходит на глубине 9 метров. Он широкий, свободно может проехать легковая машина. А еще можно ходить в полный рост. Пройдя 100 метров, находим упавшую опорную балку. Еще 8, судя по их состоянию, могут упасть в самое ближайшее время. Во время ливней эту часть полностью затапливает. На потолке можно найти листья и даже шарики пенопласта. Вот стоит, видите, вот технически, так как оно было от строителей. А вот то, что оно рухнуло. Вот та часть. Ее просто тупо перегрузили сверху. Ну, я предполагаю, я не могу, я не техник, я не специалист. Видите, вот с этой стороны тоже. Ее просто, она перегружена сверху и садится. Но левая сторона почему-то рухнула очень, ну, такого не было. Во всяком случае, 6 лет назад этого не было. Эти балки находятся прямо под трамвайными рельсами. Вот они. Здесь, когда строили коллектор, сделали люк, чтобы было удобно обслуживать дренаж. Но вернемся под землю. От вибраций балки могут просаживаться и падать. Пятый трамвай в Аркадию еще не вернули. Железобетонные конструкции уже еле держатся. Дальше дело за дождями. Вода продолжит размывать почву над балками. По нашей информации, чиновники знают о проблеме и попытаются ее решить за пару недель. Пятерка должна начать ходить уже до конца июля. Юрий Гальченко, Евгений Руденко, Руслан Пейков. Первый городской.